В этом выборе форум свободы России четко стоит на стороне Украины. Вот то, что сказал Каспаров о том, что не выбирать между, не говорить о том, что это война Путина, а не война России. Нет, это совершенно очевидно, что это война России против Украины. И делая выбор между Россией и Украиной, форум свободы России четко стоит на стороне Украины. А это значит против России. Вот набраться интеллектуального мужества и сказать, что ты против своей страны, ты против. Не против только Путина. Против Путина понятно. Это сейчас на сегодняшний момент не требует никакого интеллектуального мужества сказать. А ты против своей страны. Так же, как немецкие антифашисты были не только против Гитлера, они были против своей страны, которая тогда называлась, тогда была Гитлеровским Третьим Рейхом. Они желали поражения своей страны и боролись за это поражение. В том числе и с оружием в руках. Вот точно так же форум свободы России четко сделал выбор на стороне Украины против России, против путинского российского рейха. А никакой другой России сейчас не существует. Ну просто это тоже надо признать. Но нет сейчас никакой другой России. Там в воображении кого-то может быть существует по-прежнему прекрасная Россия будущего. Но это в воображении. А реально есть та Россия, которая воюет против Украины. И вот против этой России встал форум свободной России. За поражение этой России. Другой России нет никакой. За поражение этой России. За поражение путинского фашистского рейха. Это очень важно. И второе, или там третье по счету. Это выбор в поддержку вооруженных сил Украины. Не просто поддержка Украины как таковой. Есть гуманитарная поддержка, есть моральная поддержка. Какая угодно. Здесь речь идет именно о поддержке вооруженных сил Украины. И мало того, конкретно тех вооруженных соединений, в частности в которых воевал Ильдар Дадин, а именно Легион Свобода России, Сибирский батальон, соответственно, Русский добровольческий корпус, Чеченские формирования добровольческие. То есть, именно эти структуры, прежде всего, поддерживает форум свободной России. Конкретно собирая деньги. Ну, вот последнее, что было сказано, последний эпизод этой поддержки. Это сбор денег в поддержку как раз этих формирований. было собрано последний раз 50 тысяч евро, насколько я понимаю, и отправлено для конкретной поддержки этих формирований. То есть, этим кардинально отличается форум свободной России от всех других площадок российской эмиграции. В частности, прежде всего, от фонда борьбы с коррупцией, который дистанцировался от этой войны и фактически заявляет, что это не наша война, и там особенно они не собираются как-то, значит, делать это предметом своей деятельности. От тех многочисленных политических площадок и политических активистов, которые, в том числе в эмиграции, которые по-прежнему считают необходимым участвовать в якобы борьбе против путинского режима, участвовать в выборах, которых давным-давно уже нет. В частности, последние сентябрьские выборы некоторые организации, в частности, фонд борьбы с коррупцией, придумал участие, так называемым, умным голосованием в борьбе за Московскую городскую думу. Это крайние, я бы сказал, полярные точки на карте российской политической эмиграции. Форум «Свободная Россия» с одной стороны и ФБК с другой стороны. Ну а где-то посередине находятся те структуры, которые возглавляет Михаил Борисович Ходорковский, который вроде бы как делает выбор в пользу Украины в этом противостоянии, но воздерживается от поддержки вооруженных сил Украины. Считая, что нельзя русскому политическому эмигранту поддерживать те вооруженные силы, которые убивают россиян. Я думаю, что это ошибка Михаила Борисовича, но в отличие, скажем, от ФБК, Ходорковский способен эволюционировать. То есть я просто вижу некоторую эволюцию его взглядов, его политического поведения, поэтому здесь есть надежда его движения в сторону, ну скажем так, в нашу сторону. Хотя пока, ну, все-таки занимает несколько другую позицию. Ну вот мне кажется, это главное, что отличает вот эти последние, я бы сказал, не только 13-й форум, но предыдущий 12-й, где произошел вот кардинальный перелом в эту сторону. То есть не просто, так сказать, борьба с путинским режимом, а исключительно и только, и прежде всего вооруженная борьба, и прежде всего поддержка Украины, поддержка вооруженных сил, и поддержка тех добровольческих формирований, которые вот на примере Ильи Дадина мы видим, что... Ильдара. Это вот, виноват, Ильдара Дадина, это как раз пример того, во что, чем люди рискуют, когда решаются вот на такие. То есть они воюют, они реально воюют, они погибают и становятся героями. И в общем, на самом деле, мне кажется, что вот это трагическое событие, оно как бы понятно, что это сама по себе трагедия, и не надо ее как-то спекулировать на этом. Но, тем не менее, это как раз показатель того, что такое поддержка вооруженных сил Украины. Это смертельная опасность. И те люди, которые рискуют, делают этот выбор, они действительно рискуют жизнью. Поэтому заслуживают огромного уважения. Да, вы очень, кстати, созвучны с добровольцем Легиона Свободы России, который участвовал в форуме. Это Алексей Барановский. Вот фотографии были, где он как раз белый-синий-белый флаг вручал Гарри Каспарову с автографами бойцов одного из подразделений. У меня просто сегодня дневной эфир с ним был, и он ровно вот такую же градацию российского сопротивления. На три группы провел этот форум, соответственно, Свободной России, к которому никаких вопросов нет. Это ФБК, у которых тема войны в Украине вообще отсутствует. Ну и Алексей Барановский констатировал, ну жаль, конечно, но это их выбор. Ну и вот структура Михаила Ходорковского, который как раз-таки эволюционирует в правильную сторону. Алексей Барановский тоже так считает его позиция. Но еще одна важная тема, еще один герой, я думаю, без преувеличения, который находится в путинских застенках, это Александр Скобов. И у вас по нему было тоже отдельное заявление в рамках панели, в которой мы с вами участвовали. Я просто уверен, что не все зрители, которые смотрят сейчас нас, присутствовали на форуме, либо смотрели прямую трансляцию. Поэтому мне кажется, тоже важно об этом сказать, об Александре Скобове. Действительно, я думаю, что Александр Скобов – это вот такой пример, я бы сказал, античного героя и одновременно античного же мыслителя, человека исключительной физической смелости, потому что Александр Валерьевич – это был человек, и есть, продолжает быть человеком, который дважды шел открыто, сознательно, шел в советские застенки, в советские концлагеря. И он был отправлен дважды в советские психушки. Что такое карательная психиатрия в Советском Союзе? Я думаю, многие имеют представление, а те, кто не имеют, я думаю, стоит познакомиться, чтобы понять то мужество, с которым Александр Валерьевич, открыто понимая, что его ждет, шел на эти пытки и истязания в советской карательной психиатрии. И он дважды отсидел в советских застенках, как советский диссидент, инакомыслящий, который несгибаемо боролся за отстаивание своих убеждений. И вот, оказавшись сегодня в путинской России, он принципиально остался в России, считая, что это был его выбор, он считал, что бежать от путинизма недостойно. И он оказался сейчас, опять-таки, уже в путинских застенках. И вот в настоящий момент его в этих застенках убивают, потому что это, как вы понимаете, достаточно немолодой человек, совсем нездоровый, но человек абсолютно несгибаемый, человек, который готов продолжать использовать любую возможность, чтобы из тюрьмы говорить то, что он думает. И поэтому, да, еще одна важная особенность вот ситуации, трагической ситуации с Александром Валерьевичем Скобовым, это то, что причина, по которой он оказался в путинских застенках, это его участие в форуме «Свободная Россия». Именно за это, поскольку форум «Свободная Россия» является нежелательной и экстремистской организацией в России, именно за это он был признан иноагентом, именно за это против него возбудили уголовное дело. Сейчас, кстати говоря, там на него пытаются уже в тюрьме навесить еще целый ряд уголовных дел. Понятно, что режим его, Путин лично его выпускать не собирается. И собирается просто убить в тюрьме. Поэтому я, пользуясь возможностью сказать несколько слов на форуме «Свободная Россия», повторю это здесь и сейчас, что я считаю, что мы не имеем, конечно, возможности, у нас нет спецназа, которым можно было бы послать или самим поехать и освободить Александра Валерьевича из путинских застенков, но мы имеем возможность сделать его имя резонансным, увеличить количество упоминаний, количество звучаний этого имени. И в частности, одним из таких инструментов можно было бы, например, я это предложил на форуме «Свободная Россия», издать его книги, они есть, они тоже издавались, но переиздать его книги, может быть, с его редакции, получить через адвокатов, через его супругу Ольгу Щеглову, с которой у меня было несколько разговоров на эту тему. Издать его учебник по истории – это замечательный учебник политической истории России, который, так сказать, находится в жестком противоречии с учебником истории Мединского. Я думаю, что это важное событие было бы. И плюс еще издание его книг, как сборника статей, блестящих статей, кстати, частично опубликованных на сайте Каспаров.ру, которые, я думаю, тоже будут очень востребованы. Потому что Александр Валерьевич – это действительно не только античный герой, но и античный мыслитель, отличающийся интеллектуальной честностью и последовательностью. То есть, безусловно, если бы он был моложе, то он бы пошел путем Ильдара Дадина. Но в его возрасте – это очень немолодой, как вы понимаете, по его биографии человек. Естественно, на фронте находиться в этом случае – это значит быть бременем для соратников. Поэтому он избрал вот такой путь. Но я считаю, что в какой-то степени это наш долг действительно издать его труды, и это будет лучшей поддержкой. Потому что, поскольку мы много сотрудничали с Александром Валерьевичем, я прекрасно понимаю, что ему не нужны вот эти вот просто там слова поддержки, держись, там какие-то, так сказать, вот такие, ну то, что поддерживает слабых. Александр Валерьевич очень сильный человек. И, конечно, вот взаимодействие, какая-то возможность сказать какие-то слова сквозь эту решетку, они будут лучшей поддержкой для Скобова, который всегда выбирает трудный путь, путь открытого противостояния системе. Да, как раз незадолго до ареста Александра Валерьевича Скобова у меня с ним был эфир. Здесь же на YouTube-канале форума «Свободная Россия» зрители могут пересмотреть его. Мы там, в частности, как раз обсуждали с ним тему, почему, собственно, Александр Скобов принципиально решил для себя, что уезжать он не будет. Поэтому я думаю, что сейчас в нынешних условиях можно было, ну, любопытно было бы пересмотреть это. Ну и еще одна составляющая деятельности форума «Свободная Россия» это список Путина, который по итогам работы этого форума пополнился. В частности, туда попал Вадимир Познер, который даже отреагировал на включение его в список Путина, назвав это чрезвычайно странным для него. И, знаете, вот в куарах на форуме одна моя знакомая, литовская журналистка, которая также там присутствовала, спросила у меня, почему в список Путина вошел Познер, но не вошел Венедиктов. Я вот хотел бы вам этот вопрос приадресовать. Вы знаете, я не вхожу ни в совет форума, ни в жюри, который определяет список Путина. Вы знаете, это вопрос, действительно вопрос. И формирование этих списков, с моей точки зрения, является, ну, все-таки, ну, некоторым коллективным, субъективным мнением. То есть, нет никакой здесь объективности. Я думаю, что Алексей Венедиктов по совокупности заслуг, в общем-то, мог бы и заслужить присутствие в списке Путина. Есть единственное, я не берусь, что называется, я не экстрасенс, я не в состоянии проникнуть в умы тех людей, которые принимали это решение, тем более, что я их не знаю, просто я не знаю, кто принимал конкретное решение о формировании списка Путина. Но у меня есть одна гипотеза. Это то, что, во-первых, все-таки Познер не является иноагентом, а Венедиктов является. И включение иноагентов в список Путина, может быть, кому-то покажется нонсенсом. Это первое. И второе то, что Познер в настоящий момент заслужил своей работой на Путина, так или иначе, заслужил свое возвращение, ну, правда, не в формате постоянной передачи, ну, возвращение на Первый канал со своим фильмом. То есть, мне кажется, это важно. То есть, он заслужил своей лояльностью, своим обслуживанием режима то, что его вернули на Первый канал. По крайней мере, такое решение, насколько мне известно, было принято. И он в виде своего многосерийного фильма оказался сейчас на Первом государственном канале российского телевидения. Все это дает, ну, некоторый водораздел между Венедиктом и Познером. Хотя своей деятельностью, своей поддержкой электронного голосования, своим холуйством многолетним, естественно, Венедиктов тоже заслужил почетную славу, сомнительную славу быть действительно признанным в списке Путина. То есть, это, безусловно, Венедиктов – это специфическая такая особая, особый фланг путинской пропаганды. Ну, что называется, там очень разные люди, в том числе люди, которые друг друга очень не любят. Ну, например, Ксения Собчак. Она постоянно в контракт с Владимиром Соловьевым. Тем не менее, вот, что называется, такие разные, но все-таки они вместе. Они ссорятся, ругают друг друга, но, тем не менее, они являются разными просто отрядами общепутинского информационного фронта, медийного фронта. Борьбы с Украиной, борьбы с оппозицией, борьбы с демократией, с Западом, с Соединенными Штатами Америки и так далее. Каждый из них воюет своим оружием. Так что, я думаю, что, в принципе, вот эта граница, отделяющая Венедиктова от Познера, она очень зыбкая. Очень зыбкая. Критерии я назвал. Да, понятно. Хотелось бы успеть поговорить еще и о других темах. Сегодня важная дата. В Израиле вспоминают жертв вторжения боевиков в Хамас с 7 октября 2023 года. Рано утром в ряд приграничных кибуцев. Мы все видели эти ужасающие кадры, чудовищные кадры в прямом эфире. Пытки, избиения, убийства. Сотни людей попали в плен и до сих пор еще не все заложники освобождены. Как так вышло, Игорь Александрович, что после этой чудовищной агрессии, которую мы наблюдали ровно год назад, антисемитизма в мире как будто бы стало еще больше? Вы знаете, это действительно одна из самых больших проблем и самых, с моей точки зрения, главных бед в этой ситуации после теракта. Теракта, который по своим масштабам был вторым по уровню после Холокоста. И после этого действительно мы видим, что огромный... Я сейчас не говорю о Хамасе, я не говорю о Хизбалии, я не говорю о емельских хуситах, я не говорю об Иране, я не говорю о террористических организациях. Но это понятное зло, и природа этого зла хорошо изучена. Здесь как бы нет вопросов. Здесь есть только борьба с этим злом. А вот что происходит с цивилизованным, гуманным, гуманитарным Западом, с европейской, американской молодежью, студенческой молодежью, с профессорами вузов, которые выращены на либеральных ценностях, на сострадании к людям. И вот они вместо того, чтобы сострадать убитым израильтянам, убитым из насилия, чудовищное. Ведь это насилие, в том числе сексуализированное насилие, чудовищное насилие, которое на самом деле было не только даже не средневековым, а каким-то доисторическим насилием. Вот эта вот тенденция, так сказать, не просто убить врага, но изнасиловать его труп и так далее. То есть, это все на самом деле действительно жуткая совершенно вещь, которая должна была испугать любого, испугать и вызвать отвращение в любом человеке гуманистически настроенном. Вместо этого мы видим совершенно потрясающую, невероятную реакцию европейского, американского, западного в целом гуманистического истеблишмента. И когда сочувствие выражается не жертвам агрессии, а убийцам, агрессорам. И то, что можно сколько угодно говорить, что нет, ну есть не только про-хамасовские, про-палестинские демонстрации, есть еще и про-израильские. Дорогие друзья, их меньше, их намного меньше, они менее многочисленны, их меньше. И несмотря на то, что про-палестинские, антиизраильские манифестации, демонстрации, в общем-то, пресекаются полицией, их больше, они агрессивнее. И на самом деле, евреи сегодня, скажем, в европейских странах чувствуют себя все менее-менее уверенно. И в самом Израиле они чувствуют себя менее уверенно. Я знаком, хорошо, постоянно слежу за социологическими исследованиями в Израиле, и они показывают, что сегодня в самом Израиле граждане, израильтяне, чувствуют себя неуверенно спустя год после этой войны. И война продолжается. И в израильском обществе есть определенный раскоп. Какая-то часть, правда, меньшая часть, выступает за то, чтобы войну прекратить, потому что надо освобождать заложников, и надо договариваться, значит, ценой освобождения заложников пойти на соглашение с террористами. Большая часть настаивает на продолжение войны. Но, скажем так, там соотношение примерно 50 с небольшим за продолжение войны, до победы, до уничтожения Хамаса, ну, сейчас уже их из балы. Ну, и примерно 40 процентов за то, чтобы пойти сейчас на соглашение с террористами ради освобождения заложников. Это в значительной степени похоже на тот, ну, не раскол, по крайней мере, а те разногласия в украинском обществе, которые сейчас тоже есть, когда часть украинского общества выступает за, все-таки, за мир в обмен на территории. Правда, здесь соотношение несколько другое. Все-таки абсолютное большинство, с порядка 70 процентов, выступает против вот этого мира в обмен на территории и поддерживает президента Зеленского, который собирается воевать до полного освобождения Украины. Но, тем не менее, порядка 30 с лишним процентов сегодня выступает за вот этот мир в обмен на территории. То есть война это, и не случайно премьер-министр Израиля, господин Нетаньяху, сказал, что Израиль сейчас ведет войну на семи фронтах. Это, я не буду их всех перечислять, но здесь, помимо фронта в секторе Газа против Хамаса, помимо, значит, фронта против Хизбаллы, помимо фронта против Ирана, против йеменских уситов, здесь присутствует и фронт против тех самых европейских доброхотов, которые требуют, давят сейчас на Израиль, чтобы он немедленно прекратил войну. Так что вот в такой ситуации находятся сейчас жертвы агрессии, соответственно, Израиль и Украина. Кстати, Камал Харрис в интервью CBS отказалась назвать, признавать, точнее, Нетаньяху союзником США. Вот здесь вот, как вам кажется, в чем корень проблемы? Корень проблемы в самом Нетаньяху или корень проблемы как раз вот в этом вот давлении со стороны левого студенчества, левой интеллигенции? Ну, здесь, я думаю, комплексная история, потому что, во-первых, безусловно, часть электората демократической партии это как раз вот эти вот левые, ну, это обитатели левых левых, так сказать, университетах классических, не случайно значительные, ну, преимущества демократы всегда имели вот в этих высокообразованных штатах, продвинутых штатах, таких как Калифорния и так далее. Это опора, действительно, электорат демократов это электорат более образованный, то есть мы хорошо знаем статистику, хорошо знаем электоральную структуру значит, избирателей, скажем, потенциальных избирателей Камалы Харриса и потенциальных избирателей Трампа. Избиратели Трампа это люди с менее высоким уровнем образования, а потенциальные избиратели Камалы Харриса это люди с в основном, ну, не то, что в основном, но значительной части это люди с высшим образованием. И тут вот такой парадокс. Казалось бы, это должны быть умные люди, но тем не менее, они как раз являются, значительная часть из них является носителем вот этой, я бы даже не сказал левой, левацкой идеологии. Я вот на сегодняшний момент считаю, что нам надо все-таки отделять левых, классических левых, которые за гуманизм, за социальную справедливость от леваков, которые вот в этом стремлении гуманизма поддерживают террористов. Ну и с другой стороны, надо отделять нормальных правых, то есть условно говоря, республиканцев рейгановского толка, от правоков, от людей, которые на самом деле правую идею превращают в элементы нацизма, в элементы гендерного превосходства, расового превосходства и так далее. То есть, на самом деле, здесь действительно происходит, ну это такая серьезная проблема американского и в некоторой степени европейского политического поля, что все больше и больше слабеет центр. И политическое противостояние превращается в противостояние крайне левых леваков и крайне правых праваков. В этом проблема. И позиция Камала Харрис в значительной степени это заигрывание вот с таким крайне левым флангом своего электората. Что же касается персональной роли Нетаньяху, то есть как человек, который возглавляет ультраправое правительство, он безусловно вызывает отторжение. И надо сказать, что сегодняшнее противостояние, в том числе и конфронтация, ну, так сказать, идейная конфронтация в Израиле, она происходит в основном как раз по оси поддержки и неподдержки Нетаньяху. То есть, до вот этой трагедии, которая была год назад, до трагедии, соответственно, 7 октября, это противостояние было, но оно было в основном по поводу судебной реформы. Когда крайне правое правительство Нетаньяху собиралось в значительной степени подчинить суды, Верховный суд в частности, подчинить исполнительной власти. То есть, в значительной степени покушались на разделение властей. И тогда тоже это было противостояние. Сейчас это противостояние сместилось в сторону, соответственно, войны на уничтожение террористических организаций, либо, значит, мир в перемирии или мир в обмен на освобождение заложников. Но все равно это противостояние носит характер поддержки-неподдержки Нетаньяху. Поэтому я думаю, что фигура Нетаньяху здесь, безусловно, тоже присутствует. Есть еще одно противостояние в израильском обществе, раскол своего рода, если угодно. Это различные взгляды на то, а когда вообще надо расследовать это событие. Ведь то, что произошло год назад, 7 октября, это, безусловно, тот гигантский вопрос, который находится в небе над Израилем. В небе над Израилем 7 октября прошлого года возник гигантский вопрос. Почему? Как такое могло случиться? Кто в этом виноват? Кто проспал? Великолепные, блестящие, знаменитые израильские спецслужбы каким-то образом проспали вот это вооруженное вторжение. Огромного количества, там, 2,5 тысячи, насколько я понимаю, боевиков Хамас ворвались на территорию Израиля, спокойно захватили военные базы, спокойно резали, убивали, насиловали, уводили в рабство израильтян. И все это произошло в Израиле, в стране, которая действительно славна своим боевым прошлым и настоящим. Как это произошло? Кто в этом виноват? Когда проводить это расследование? Прошел год. Понятно, что есть позиция, что война – это не время и не место для расследования. А когда? А если война будет продолжаться еще год, еще два года, то потом, значит, будет, знаете, как в дворовом футболе – заиграно. Потом уже многое будет поздно. То есть, на самом деле, израильское общество примерно тоже почти пополам разделилось и по этому вопросу. И здесь фигура Нетаньяху тоже является, ну, что называется, осевой. Те, кто поддерживает израильского премьера, они выступают против расследования. Те, кто находятся по-прежнему к нему в оппозиции, выступают за расследование. Так что фигура израильского премьера бесспорно является такой ключевой для, в целом, вот этого водораздела. Поэтому я думаю, что на позицию Камалы Харрис отношение к Нетаньяху тоже сказалось. На прошлой неделе был массированный обстрел Израиля со стороны Ирана. Самая массированная атака, ее называют, порядка 200 баллистических ракет было выпущено. И вот в связи с этим, вот эскавация, сейчас все находятся в ожидании ответа Израиля, Израиль обещал ответить, но пока еще тут, видимо, идут какое-то давление, да, по крайней мере, пишут Financial Times и другие СМИ, что США пытаются оказывать давление о том, что вот не надо трогать там ядерные объекты, нефтяные объекты, может быть, как-то ограничено ответить. Но, тем не менее, поскольку такая сейчас эскалация возникла, ситуация напряженная, это идет на пользу Украине в том контексте, что Иран союзник России, Иран поставляет, судя по всему, баллистические ракеты России, а сейчас, возможно, они ему нужны будут самому. Вы знаете, у меня есть очень сильные сомнения в том, что атака Израиля коснется, например, ядерных объектов Ирана. Здесь на Израиль проводится очень сильное давление со стороны Соединенных Штатов Америки. Думаю, что этого не произойдет. Значит, в целом, да, вот на самом деле, ну, здесь я не буду спорить о терминах. Многие говорят о том, что то, что происходит, это фактически такая рассеянная Третья мировая война. Ну, как вот, знаете, есть понятие рассеянной мануфактуры, рассредоточенная по разным локациям мануфактуры. Также, вот, говорят о рассеянной, такой рассредоточенной Третьей мировой войне, когда один фронт – это Ближний Восток, другой фронт – Украина. Третьим фронтом называют американские выборы, где тоже действительно совершенно судьбоносные решения принимаются. Можно говорить о, там, войне против разума, которая происходит, в том числе в России и так далее. То есть, вот здесь, когда мы говорим о том, что это сообщающиеся сосуды, то есть, если наносится удар по Ирану, то, соответственно, страдает и союзник Ирана Россия, а значит, выигрывает Украина, ну, в какой-то степени так можно говорить. Хотя принцип, так сказать, игр с нулевой суммой здесь не очень работает. Потому что, на самом деле, степень поддержки Ирана, тут вопрос ведь вот какой. Насколько Иран нуждается в поддержке России? Ведь поддержка Ираном России, она не безвозмездная. Россия тоже оказывает поддержку, в частности, вот, в той самой ядерной программе, она серьезно является подспорьем Ирана. И поэтому вполне возможно, что как раз, так сказать, давление на Иран в конечном итоге может привести к тому, что вот эта ось Иран-Тегеран-Москва, она укрепится. Так что, возможно, и такая реакция тоже. Поэтому я бы не стал сразу вот однозначно говорить, что сегодняшняя война на Ближнем Востоке, она ослабляет Россию. Как знать, может и укрепить. Да, и многие обсуждают вот этот вот трехлетний проект бюджета, который на прошлой неделе был внесен в Государственную Думу. Там заметно увеличение военных расходов. И, соответственно, все приходят к выводу о том, что Путин готов воевать еще как минимум три года. То есть такая война на истощение будет продолжаться. У меня нет никаких сомнений, что готова воевать и Украина, по крайней мере, вот по своему моральному духу. А готов ли Запад такой срок поддерживать Украину? Я думаю, да. Я думаю, да, готов. И вот, ну, я думаю, что надо еще дождаться очень важного события, которое будет на следующей неделе. Это форум, это саммит в рамках программы «Рамштайн». Чем он отличается? Он отличается тем, что там будут первые лица. То есть не ограничиться военными министрами, министрами оборонов, а там будут первые лица. Там будет точно Шольц, там будет точно Байден. Ну, а значит, скорее всего, будут и первые лица других стран, ну, или, по крайней мере, часть, будут политические руководители, а не только военные. А это значит, что присутствие таких людей на форуме «Рамштайн» означает, что готовится какое-то политическое решение. Ну, всякое бывает, конечно. Я буду очень удивлен, если они соберутся для того, чтобы издать какую-нибудь ничего не значащую декларацию о поддержке Украины. Я думаю, что это серьезное политическое решение. Не буду гадать, потому что тут, может быть, самые разные вещи. Тут, может быть, просто декларация о том, что целью антипутинской коалиции является поражение путинского режима и уничтожение его. Это вряд ли в таких терминах, но это может быть какая-то риторическая инновация. Это может быть решение об очень крупном выделении крупного пакета вооруженной помощи Украине с присутствием принципиально новых, например, дальнобойных ракет. Это может быть принятие решения о разрешении Украины бить по территории России. Это может быть изменение позиции НАТО по защите украинского неба. Все это я еще раз говорю. Я не хочу, чтобы сейчас в нашей виртуальной студии, как в зачумленной дворницкой, начал битать алмазный дым. Нет, я этого не хочу. Но, тем не менее, я очень сомневаюсь, что такое собрание политических лидеров производится для того, чтобы сделать какие-то заурядные декларации. Но, в целом, я исхожу из того, что на сегодняшний момент есть простые и ясные гарантии того, что Запад готов поддерживать Украину столько, сколько надо. И эти гарантии не заявления, не декларации политических лидеров Запада, а то начало перестройки экономики на военный лад, который, конечно, не так, как в России, но тоже происходит на Западе. Понимаете, гарантией устойчивости политики являются конкретные интересы людей. И те военные концерны, которые получают сейчас многомиллиардные заказы в Соединенных Штатах Америки, в Германии, в Великобритании, во Франции, это интересы. Понимаете, это вот, знаете, как место встречи изменить нельзя. Это у него не просто так, у него там любовь с интересом. Вот у них сейчас любовь к Украине с интересом. И это, мне кажется, гарантия того, что эта любовь будет устойчива. Военные концерны не откажутся от заказов. А куда им девать? В Украину. Там же надо испытывать, там же надо... То есть, на самом деле, Украина становится объектом приложения большого интереса военно-промышленного комплекса Запада, который начинает раскручиваться, и остановить его невозможно. В данном случае, вот этот вот коллективный Запад, а если нормальным языком, не пропагандистским говорить, это евроатлантическая цивилизация, она оказалась разбужена вот этим вот путинским преступным наскоком на Украину. И там в ней уже начали просыпаться те самые силы, которые остановить не удастся. Прежде всего, это военно-промышленный комплекс. Он заработал, получает заказы, аппетит приходит во время еды. И это главная гарантия. Не только... Я сейчас не говорю о ценностях, о верностях долгу, о защите, так сказать, идеалов западных ценностей и так далее. Я говорю об интересах. А это гораздо прочнее. Поэтому я думаю, что все-таки Запад будет готов поддерживать Украину до конца и столько, сколько надо. Сегодня 72 года исполнилось Путину. Мы его поздравлять, конечно, не будем. Но вот его подчиненные вообще там в России какой-то, по-моему, творится кринша, как говорит сейчас молодежь, с этими поздравлениями. Еще с пятницы начались, как флешмоб, выкладывать различные чиновники региональные, видео поздравлений короткие в детских садах и школах. Черт не что сегодня происходит, в частности, в разговорах о важном. Какие-то воздушные шары с президентом выстраиваются, студенты, словом Путин. Это уже культ личности? Это мне Северную Корею все больше и больше напоминает? Ну, культ личности Путина есть. Тут, знаете, как в таких случаях, можно было бы сказать словами, так сказать, тех людей, которые были сторонниками Сталина после того, как, значит, какой культ, такая личность. Или такая личность, такой культ. То, что культы личности Путина не получаются в масштабах Сталина, это в значительной степени причина этого в том, что, ну, трудно из такой личности сделать культ. Что называется, я его слепила из того, что было, да? Ну, вот из того, что было, лепят, но трудно. Получается тяжело. Но, тем не менее, пытаются. Тем не менее, культ личности Путина, безусловно, есть, вне всякого сомнения. Ну, вот он такой своеобразный. Культ со слезами на глазах. Значит, потому что, вот, ну, так сказать, лепить из этого окурка культ довольно сложно. Но они стараются. Значит, вот это вот почитание Путина и стремление ему угодить на день рождения иногда приводило к человеческим жертвам. Многие до сих пор считают, что убийство в 2006 году на день рождения Путина Анны Политковской, это был подарок Путину. Я не могу сказать, у меня нет доказательств этого, но, по крайней мере, знаете, как в таких случаях говорит один неуважаемый пропагандист, это совпадение, не думаю. Вот я тоже не думаю, что убийца Анны Политковской специально, не специально подгадали 7 октября 2006 года для убийства этой журналистки, по поводу которой Путин весьма цинично заявил, что она своими статьями вредила власти меньше, чем своей гибелью. Ну, это ж надо было додуматься, такое сказать. Ну, на день рождения подарок одаренному коню в зубы не смотрят. Вот поэтому, что касается дня рождения Упыря, я думаю, что мы можем ему пожелать, ну, как люди гуманные, как люди сторонниками гуманизма, долгих-долгих лет жизни в тюрьме, например, лучше бы российской, а еще лучше украинской. Ну, на крайний случай, на крайний случай в Гааге. Долгих лет жизни для того, чтобы он имел возможность, так сказать, подумать, и для того, чтобы он был примером для всего мира. Ну, а если смерти, то, ну, скажем так, не очень быстрый, чтобы успел прочувствовать все свои преступления. А ведь вторжение Хамаса, о котором мы говорили, тоже произошло в день его рождения. Совпадение в этом случае? Я думаю, что в этом случае все-таки скорее совпадение. Хотя, в принципе, связь Хамаса с Путиным, она очевидна. Не случайно, что главарей Хамаса первый свой зарубежный визит совершили в Москву. Понятно, что, на самом деле, когда я говорил о Третьей мировой войне, я имел в виду не только то, что в целом происходит действительно война варварства против цивилизации, но и то, что эти варвары, они между собой связаны, тесно связаны. И связь Хамаса с Путиным, с Москвой, и связь Талибана с Москвой, и связь Северной Кореи с Москвой, и Иран, и Иран, Москва. Все эти щупальца московского путинского спрута, они действительно пронизывают всю планету. Так что я думаю, что это все события из одного центра. Ну, а насчет подарка на день рождения Путина, не знаю, не уверен.